Вопрос из чата. Наши зрители просят вас прокомментировать появление Стивена Сигала в российской повестке. Он поехал на Донбасс, он был у Соловьева. Это вот просто пиар или как-то, или за этим можно рассмотреть что-то другое, как вы считаете? Ну, сейчас мы видим просто, что за хорошим актером и бывшим бойцом кроется просто клинический дурак. Вот. Такое с людьми случается. Иногда люди прокалываются, как клинические дураки. Иногда великий футболист начинает говорить такие глупости, что стыдно всем вокруг, кто слушает, кроме него. Или серьезный музыкант, который вырвался из одной тюрьмы народов, сделал карьеру прекрасную в Америке, и начинает вдруг петь Путину Ассанны. Такое бывает. Ну, мы любим людей. Давайте смотреть его старые фильмы и получать от этого удовольствие. Потому что, опять-таки, если бы мы были все как одна бывшая псевдокандидатка в президенты России, мы бы получали удовольствие от поиска дерьма и снимали бы упыханного кокаином ожиревшего бывшим великого футболиста. Но мы не такие, поэтому оставим это мрачное зрелище тем людям, которые ищут кровь и дерьмо. Это просто печальное зрелище еще одной разложения личности. В общем, людей с разложенными личностями вокруг Путина очень много. И этот режим притягивает их. Мы это видим и с Охлобыстином, и с Чечериной. Мы видим вот... Посмотрите просто на те лица, которые говорят про военную операцию из официальных источников. Начиная от каких-то там полевых командиров, заканчивая представителем МИДа. Это же люди с просто признаками вырождения на лице. Это печально. А там нет такой градации, скажем, там, не знаю, условно Мария Захарова говорит, потому что это ее работа. А Владимир Машков... Ну она выбрала такую работу. Потому что он в это верит. Если ты можешь от безысходности выбрать работу золотаря, тебя будет всегда пахнуть фекалиями. Но это хотя бы работа нужна людям, тебе хотя бы благодарны. А здесь от тебя пахнет еще хуже. А тебя все проклинают, ненавидят, стебут, делают из тебя мемы, картинки и ненавидят весь мир. Ну и что? А самая необразованная, злобная часть населения, ты единственным для кого являешься кумиром, это для людей из бессортирных сел.